Ассаламу алейкум, Дагустан! Ассаламу алейкум, Дагестан! И доброго времени суток, всем, кто отсматривает проект Нужин негодяев на YouTube-канале Заура Газиева. В эфире передача, которая посвящена новостям, проекта Еженедельника «Свободная республика», где самые злые языки этой республики собираются для того, чтобы обсудить новости из текшей недели. А модерировать весь этот ужас ужасный будет… Бессовестно прекрасный… Да! Магомед Тагир, Гаджи Мурадыч, Муртазали. Спасибо. Всем здравствуйте, всем саламу алейкум, друзья. Давайте уже, посложившись в традиции, в начале выпуска, покажем первые полосы наших еженедельников, о чем они писали. Вот «Свободная республика», тут «Бой взглядов», скажем так, Хабиба Дурмагомедова, Стония Фергюссона, ну и еще много чего интересного. Так, это и отчасти что там еще интересного покажет Магомед Асхабач. Завод авиагрегат, задержан руководитель, что-то, видимо, землицы не то было. Ой, да, ой, не то, так, новое дело, прекрасное новое дело сегодня ушло. Вот статья, которая мне понравилась, я читал в электронной версии, но здесь вижу и авторы, в электронной они что-то забыли, указать авторам. Понятно. Так, Магомед. «Свободная республика», «Крутое пике», «Падение цены на нефть». И, соответственно, падение цены на рубли. Никогда не было и вот опять. Так, Томир Владимирович. Я вот боюсь, я не знаю, как это прочитать. Ну, вот в черновике обнулись. Известная картинка. Обнулись. Обнулись. Я прочитаю, да. Обнулись. Да, мы, который, можно считать, обнулись. Обнулись. Да, да, да. Обнулись. Итак, Магомед Тагир Григорьевич Мурадович, самая главная новость, безусловно, падение курса доллара. Если бы. Опускай будет так. Опускай. И падение цены на нефть. Но с чего предлагаете начать вы? Главная новость на сегодняшней неделе, это, безусловно, то, что произошли поправки Конституции Российской Федерации. Были приняты на многих уровнях. И в третьем, и во втором чтении. Но, как стало известно, дагестанские коммунисты воздержались. А что против тогда не проголосовали? Может было и против уже. Воздержались. Кстати, да. И где-то в телеграм-каналах еще проскочила информация, что в Совете Федерации, да, видимо, Коноков и Сулейман Киримов тоже не голосовали. То есть, как именно не голосовали, непонятно, не озвучивается. Может не явились. И то хорошо, и то хлеб. У меня такой вопрос, коллеги. Есть ли у кого-то знакомые, которые бы поприветствовали то, что произошло вчера в Государственной Думе? К сожалению, есть. Так. И кто это? Магомед Асхабач отметился в комментариях у этого человека. Я тоже, кстати, видел на Фейсбуке. А, ну, я не знаю. Я эту ленту смотрю, и мне плохо становится. Потому что, ну, где-то процентов 30 людей как будто с ума посходили. Ну, наконец-то он останется до конца жизни. Мы будем хоронить его на троне. Я не знаю, что с вами творится. Но это стыдно. Это стыдная неделя. Слушайте, это уже было. В 2011 году люди вышли на улицу. Но тогда было две башни. А сейчас, получается, башня одна. Ну, как бы у него щиток в виде Платоныча. И, получается, уже никто не выведет против рокировки. Рокировки тогда сделали, и что-то там началось. А сейчас даже рокировок не будет. С другой стороны, друзья, если ранее не исполнялась одна конституция, то сейчас не будет исполняться кое-кем. Да нет, еще как она будет исполняться. Я услышал жуткий стон по всему Фейсбуку, по всему периметру моей жизни. Я не знаю ни одного человека, который бы мог адекватно оценивать происходящее, и которому бы понравилось то, что произошло. Здесь в данном случае только одна реакция. Это бессилие от того, что произошло. 84-летняя или 82-летняя? 82-летняя пенсионерка решает, как будет жить страна в ближайшие годы. Решает-то не она, она озвучивает. Ну, понятно, да, она озвучивает. Да, Тавел Владимирович. Ну, извините, вот сегодня прошла как раз в телеграм-каналах новость о том, что у пенсионерки прямо сразу после голосования по поправке, предложенной ей поправке, засекречено и убрано из списков Росреестра упоминание о принадлежащей ей недвижимости, в том числе в близко сердцу каждого дагестанца гранатовом переулке Москвы, у нее квартира якобы на 200 миллионов рублей. Ну, имея недвижимости на героические полмиллиарда рублей, ну, в этом плане, как сказать, ну, можно, конечно… Грех не опозориться на всю страну, да? Да, грех не опозориться. Космически. Космически. Человек, который считает, что можно опозориться за такую страну. А вот не зарекайся. Да, я бы не зарекался. Люди, у которых недвижимость и имущество на полмиллиарда опозориться не могут. Они могут как угодно вести себя, и всегда нужны те, кто их защитит. Поэтому здесь, вот, по итогам этой недели, вот, я старался не замечать, как мог то, что происходило, но я даже не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что в Госдуме должны были быть образованные люди, прекрасно понимающие, что такое сменяемость власти. Мне кажется, что большая, образованная и умная страна, Россия, достойна того, чтобы выбирать своего президента каждые 4 или 5 лет. Ну, видимо, какие-то люди считают по-другому. Единственным конфузом я здесь увидел в сравнении, что целого героя СССР, космонавтки, космолётки, как там ещё назвать, всего лишь на полмиллиарда, а у Петросяна на полтора нашли. Ну, здесь уже вообще не смешные деньги. Не знаю, кто-то хочет высказаться по поводу того, что... Что именно хотели от него услышать? Я как человек, который вообще не имеет никакого отношения к журналистике, и к их политике в том числе, я наблюдаю за всем тем, что происходит, просто молча от того, что тот информационный поток, который сегодня даётся населению, мне кажется, он не совсем прозрачный, не совсем отвечает действительности. Что-то происходит, то, что мы не знаем. Вот я совершенно с вами согласен. У нас два альтернативных потока. Один из официальных СМИ с определённой позиции, да, и другой точки зрения там нет. И из независимых источников, типа там Facebook или Instagram-каналы, тут Магнит Тагир Гаджимурадыч, который отслеживает ситуацию среди Instagram-каналов, среди Instagram-пабликов, он, по-моему, вы, да, сказали мне, что даже те паблики, которые никогда не занимались политикой, даже они высказали своё непонимание того, что сейчас произошло. Даже когда-то никогда политичные паблики, которые либо говорили что-то хорошее, либо просто воздерживались, даже они сейчас пишут о том, какой, извините, звездец происходит в стране сейчас с поправками Конституции и вообще, в принципе, по ситуации. Перемены – это часть нашей жизни. Когда мы цементируем вокруг себя всё живое, это всегда нехорошо. Путин – великий президент, и то, что он должен был сделать, он, наверное, уже сделал. Может, пора было бы дать какому-то свежему воздуху ворваться в нашу жизнь. Ладно. Виндов чейндж был настоящий. Что нам ещё 22 апреля ещё предстоит выйти и проголосовать? Можно я бы сказать? Я не собираюсь, хотя на все выборы ходил, ни одну не выпускал. Я, к сожалению, вообще не могу представить себе форму голосования. Ведь поправок-то будет, скорее всего, много. И придётся голосовать, скорее всего, за пакетные поправки. Либо за пакетные да, либо за пакетные нет. А если мне в этом пакете нравятся три поправки или восемь поправок, как мне в этой ситуации быть? Здесь что сказать? Все паблики возмутились, все возмутились, но кто-то пойдёт, кто-то не пойдёт на голосование. Но мы что увидим? Мы увидим, скорее всего, то, о чём уже написали опять-таки в телеграм-каналах, что с Москвы в регионы, конкретно в Дагестан, якобы спущенная разнарядка 70 на 70. 70% явка, 70% явившихся проголосуют за поправки. Делаем ставки, господа. У нас уже есть учителя, готовые пойти, у нас уже есть бюджетники. Бюджетники не 70% населения? Ну, они накидают. У них есть семьи. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. Произошло падение цены на нефть и падение курса рубля за рубль Газима Магомедовича. Вы писали по этому поводу. Да, у меня есть на эту тему статья. Я, в принципе, думал, что это будет главным событием недели, а и ориентировался именно на эту новость. Коротко, по сути, и что произошло. Игорь Иванович Сечин терпеть не мог заключенный ранее договор, насколько я понимаю, в 2016 году о том, что Россия и ОПЕК совместно понижают добычу и таким образом придерживают цену на нефть. Ему очень не нравилось. Они были убеждены в том, что если возобновить добычу и за счет дешевой нефти, но за счет объемов продаж дешевой нефти они могут выиграть больше. В общем, Владимир Владимирович решение это Сечин одобрил и уже на саммит в Вену ОПЕК плюс Александр Новак, министр энергетики России, летит и разрывает договоренность фактически с ОПЕК и с Саудитом. На следующий день саудиты выпускают на рынок огромное количество дешевой нефти и цена на нефть обваливается. За нефтью вместе, за ценой на нефть обваливается рубль. Но цена на нефть обвалилась на 30%, а цена на рубль обвалилась пока на 10%. И в том, что цену на рубль будут держать очень долго, я очень сильно сомневаюсь, через какое-то время ее тоже отпустят и она подтянется по цене доллара. Какие-то аналитики утверждают, что дешевая нефть это надолго, какие-то, особенно российские аналитики, утверждают, что цена на нефть вернется чуть ли не через полгода, максимум к зиме. Но ситуация в том, что саудиты не заинтересованы в том, чтобы сейчас договоренности с Россией продолжались. Саудиты, в общем-то, американские союзники, они будут делать все, что им прикажут из Вашингтона. Когда Игорь Иванович Сечин затевал всю эту многоходовочку, то целью были американские сланцевые кампании. Просто, чтобы люди знали, себестоимость сланцевой нефти в районе 40 долларов за баррель, у саудитов она 10 долларов за баррель, в России она примерно 15 долларов за баррель. Дешевая нефть разоряет американские сланцевые компании, дешевая нефть разоряют глубоководные компании бразильские, американские, которые в Мексиканском заливе добывают нефть. В общем, там пошла большая игра. На фоне коронавируса, на фоне всеобщей напряженности, при том, что мы имеем в качестве президента Америки господина Трампа, который всегда будет на стороне своих производителей, можно сказать, что можно быть уверенным, что эта ситуация на рынке надолго, она не на один день. И нам придется привыкать к новой цене на доллар, на евро. Безусловно, если учесть, что цены в стране ориентируются по доллару, то наши зарплаты обесценились пока на 10%, ну и так дальше. На фоне того, что произошло в Государственной Думе, и коронавирус, и плюс еще какие-то вещи, которые не очень благоприятно отразятся на нашей жизни, я даже не знаю, что нам дальше ждать. Вот такой пессимизм, от которого никуда не денешься. Никуда не денешься, буквально в смысле, потому что, как это любят говорить, чемоданное настроение, а оно никуда, как говорится, невозможно его реализовать, потому что куда ты уедешь? Везде граница закрывается из-за этого вируса. Люди даже не побежали в магазины, зная... А потому что неймоденик, все, нет. Люди даже не побежали в магазины, покупать, как обычно бывало, технику, телевизоры, никто не пошел, ничего покупать, это называется синдром выученной беспомощности. Есть такая очень слабая, зыбкая надежда, что где-то там на Старой площади они так переиграют и подумают, ну, наверное, уходить надо на высокой ноте, да, и все-таки там старший возьмет и кому-то из своего окружения передоверить страну, типа, вот ты теперь выкручивайся с этим дешевым баром. Ну, я не знаю, это очень хлипкая... Все зависит от фармакологии. Да, да, я просто к тому, что на самом деле низкая цена на нет, с одной стороны, это, конечно, очень плохо для нас, но в долгосрочной перспективе это шанс все-таки наконец-то избавиться от этой иглы, потому что разорение, да, вы говорите, да, вот что, сланцевая нефть. У Америки проблем не возникает в макроэкономическом и в национальном масштабе из-за того, что группа компаний в какой-то отрасли встряли, а у нас нефтяная отрасль, она как это, государственно образующая, это совершенно разные вещи. Игорь Иванович просто красавчик, хавычка, как всегда, просто молодец. Когда-то нам правительство утверждало, что курс рубля не зависит от нефтя. Ну, как он может не зависеть? Спросите у универских чиновников. Я вот в противовес Магомеду словам скажу, что с нефтяной иглой мы не слезем до конца вашей жизни, это во-первых, потому что, чтобы слезть с зависимостью, экономической зависимости от углеводородов, надо для этого заниматься каким-либо производством, которое мы поставляем на имбр. На сегодняшний день, если вот за этим словом 6 человек, 6 человек, да, хотя бы для себя, да, 6 человек, вот можешь сказать, что мы сегодня производим? Ну, кроме, конечно, ракет, С-400 и всего остального. Что мы производим? Урбечь, отлично. Но не в тех количествах, чтобы удовлетворить свой внутренний рынок. Какие-то препараты хорошие? Нет. Какую-то одежду хорошую? Нет. У нас очень много хороших проектов, но они все маленькие. Если мы посмотрим на любую страну, хорошо развивающую, экономически развивающую страну, она работает на утренний валовый продукт, не в одном каком-то сегменте, а во многих сегментах. Нельзя хранить яйца в одной корзине. И, к очень большому сожалению, много лет мы вот сидим на этой игле углеводородной, но если эта низкая цена на нефть послужит каким-то толчком, да, как вот санкции послужили толчком к развитию сельского хозяйства, да, кстати, будет очень хорошо. Мы начнем развивать. Вот я хочу вам дополнить, я к общему капецу хочу добавить еще один маленький капец. Короче, в России еще есть очень интересные законы, согласно которым каждые пять лет препарат, продающийся в России, должен проходить новое обследование или новое испытание. Я принимаю каждый день несколько препаратов, потому что у меня болезнь бактериевая, и мне нужно как бы держаться на плаву. Один из них нормодипин. Я прихожу в аптеку, и в течение месяца не нахожу это лекарство, пока мне в конце концов аптеки не объясняют, что этого лекарства уже нет. Есть российский аналог, но этот российский аналог даже в двойной дозе не работает, так как работал нормодипин. Я не знаю, да, вот я попытался... Да, это у меня ситуация такая, да, у меня есть какие-то параллельные препараты. А что делать людям, у которых нет вот такого рода заменителей? И когда речь идет об отечественных препаратах, даже в этом случае на 70% компоненты у них импортные, как дальше вот с этим разбираться? Да, коллеги, мы слишком много времени уделяем. Можно я все-таки свои пятки представлю в эту тему? Я, как говорится, не раз говорил, и не устаю повторять, что мы сейчас говорим о демократии, о выборной... Демократуре. Демократии, выборности, это все понятно, но для понимания этого вопроса, я лично, в моей ориентировке, уже следующая мысль, что, допустим, в Америке власть принадлежит капиталу, а в России капитал принадлежит власть. Соответственно, когда в Америке меняются президенты, капитал у них остается на местах. А у нас капиталисты меняются, там, Дерипаску... У нас президенты не меняются. Дерипаску не меняются, допустим, ограничены в выезде на Запад. Появятся новые Дерипаски, новые ольгархи, новые кошельки, но власть останется прежней. В принципе, неизменность власти, она сохранится... Неизменность, она есть и на Западе, и неизменность, она есть в России. Просто на Западе клоунов меняют, а у нас здесь клоуны являются... В Джамикенте устроили самосуд над оспирмителем могилы. Преступление, совершенное жителем селения Джамикент Дербенского района, результат затяжного конфликта. К сожалению, даже после смерти одной из сторон ссоры в рождении закончилась. 11 марта дежурную часть отдела МВД России по Дербенскому району обратился житель Джамикента с заявлением о том, что группа его, от насельчан, оскорбила его честь и достоинство и нанесла ему телесные повреждения. Принятыми мерами сотрудниками полиции четверо были задержаны и доставлены на отдел полиции. Свои действия мужчины снимали на камеру мобильного телефона. Наказать оскорнителем могилы матери решили, протащив его по селу несколько десятков метров. Затем они нанесли ему побои, после чего, привязав к трубе у стены дома, приготовили несколько пакетов с коровьим навозом, намереваясь отомстить аналогичным образом. Причиной такого поступка пожилого сельчане называют то, что усопшей женщиной он ранее конфликтовал. И после смерти решил отомстить, совершив акт вандализма на ее могиле. А что в ходе? Он неоднократно это совершал. Я так надел, что вы не будете детализировать. Нет, он какал на могилу соседшей. На учете в психоневрологическом диспансере мужчина не состоит. В этот раз я сказал. Так зачем снимать надо было? Они решили наказать его таким образом. Много странного происходит у нас в республике. Особенно Джимми Кент. На камеру и потом не будет реакции. Обычно мы знали Джимми Кент как самый ненормальный пост ДАИ. Там всегда были сели гаишники, которые вот как-то докапывались до всех, кто проезжает мимо. Видимо от скуки. А тут мы уже узнали, что это замечательное место. Джимми Кент, где можно оказывается вот так в говне вывалить человека, который срал на чужую могилу. В общем, очень весело. Не то, чтобы срал был, он навоз туда кидал. Нет, он же срал на могилу. Спасибо. Вы же в курсе? Испрождался. Хотя бы испрождался или какал, скажите, срал. Начальная информация была не такая же. Так, поехали. Вы не хотите ничего как психолог добавить? Что? Почему люди... На чужой не стоять. Должен был стоять. Почему человек какает на чужие могилы? Извините, я все правильно скажу? Испражняется. Я не могу ничего добавить. Вопросы по... Как они это... Не ко мне. Я понял. Почему он на чужой не стоит? Я говорю, не по задницам, я по головам. Понятно, понятно. Просто, ну, мы хотя бы можем сказать, раз на учете не стоял, про психику мы его говорить не можем, у него хотя бы желудочно-кишечный тракт нормально работает. Хочешь что-то хорошее в этой новости. Есть что покушать? Давайте другую новость. Поехали мы, Гаргаджи. А других новостей у нас для вас нет. Мы сейчас тут сразу перешли. 10 марта глава Дагестана Владимир Васильев встретился с вице-президентом фонда «Сколково» Алексеем Беляковым, обсудив возможные меры системной поддержки развития технологического предпринимательства и создания инновационной экосистемы в Дагестане. Были также рассмотрены предложения по совершенствованию предпринимательской деятельности на основе современных методов бизнес-акселерации технологических стартапов. Столько хороших слов, Магнит Асхавович, вы можете что-то к этому добавить? А по вашему мнению? Так и «Сколково» уже давно, как говорится, оброс различного рода инфоповодами, какими-то уголовными делами и так далее. Ну просто это, скажем так, я не хочу плохо рассказываться. Ну они обсудили. Это немножко воздушная история. Они предложили создать здесь бизнес-акселератор. Я у себя в Телеграме-канале написал по этому поводу и процитирую по памяти. Ребята, у нас агентство по инвестициям, извините, как вы сказали, просрало 5 бизнес-инкубаторов. У нас 5 бизнес-инкубаторов уже сколько-то… Вот, 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 где? Ключи вопрос, где? Где? В том числе в Каспийске, Махачкале, вроде, еще в каких-то городах якобы где-то на бумаге существует 5 бизнес-инкубаторов. И не первый год. И все говорят, где? Нет, человек, который в бизнесе тоже не в первый год, он спрашивает, где? Вы знаете, где? Нет. Вы тоже не первый год в бизнесе, вы тоже не знаете, где. Никто не знает, где, они еще бизнес-акселератор. Ребята, я вот хочу обратиться к вам. Дайте мне чуть-чуть тоже оттуда денег, я вам еще бизнес-синхронизатор создам. Можно? Акселератор, ну, как бы, акселератор есть, акселератор будет, синхронизатор остался. Я вот, как психолог, да, заметил одну вещь, что вот этой новости очень много непонятных для нормального человека слов. Да. О чем это может говорить? О том, что, если я сейчас поковыряю в своей памяти, чем занимается Скокова, я не смогу вспомнить. То есть, я не... Над ним уже давно посмеялись. Да, нет, дело не о смехе, дело о том, что... Реально, какая-то организация, которая для меня, для меня, непонятно, чем занимается, приехала в Дагестан, предложила непонятные какие-то вещи. Наверное, это классно, если что получится, но почему-то верится в это трудом. Ладно, значит, будет не скучно, будет еще о чем поговорить. 11 марта полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка с рабочим визитом прибыл в Дагестан. В аэропорту Махачкалу его встретил глава региона Владимир Васильев. В рамках первой рабочей поездки прошла двусторонняя встреча Владимира Васильева и Юрия Чайки, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического... В общем, начинали вы голосом Левитана, а закончили... Просто вспомнил, какая пробка была. А знаете, что сказал Юрий Чайка, что на самом деле самая большая проблема Дагестана – это безработица? А мы-то думали, в чем проблема? Понимаете, мы думали, у нас денег мало. Наконец-то! Пока он не сказал, мы не знали. Позволю не согласиться. С уважаемым полпредом. У нас не безработица главная проблема. Я думаю, у нас в целом уровень образования и культуры населения такой, что даже на имеющейся вакансии народ не идет работать. Я это могу ответственно заявить, как минимум, учитывая мой десятилетний опыт рекрутинга. У нас проблема с культурой, в том числе самопрезентация. С кадрами, честно сказать, нам, как говорится, помогло горе. Нам очень сильно помогли события на Донбассе, потому что приехали тебе жители на Донбассе. Они хватались за всю работу. Реально, вот эти ребята хватались за всю работу. И они еще говорили, слушайте, вы говорите, у вас работа нет. Да полно работы, мы здесь нормально живем. Салон Мика, да? Да, в том числе. Обучающий для других салонных. Для любых. Ну, по этому поводу, мне этот визит Чайки очень понравился. Его анонсировали как антикоррупционный, антикоррупционный. Какой так? Я не мог сдержаться, я не мог сдержаться. Я извините, я опять не сдержался. Я говорю, ну слушайте, есть в мире юмора отдельное понятие, самый короткий анекдот. Вот, допустим, самый известный, самый короткий анекдот это «Еврей-дворник». Да, да, да. Но тут уже добавилась новая рубрика, ну, новый, как бы, пример, как бы, чайка антикоррупционер. Ну да. Как глубоко и тонко. Юрий Чайка также заявил, что у Дагестана огромный рекреационный потенциал, и его нужно использовать. Тоже в кашу добавляю. Юрий Чайка посетил Махачкалу, столицу черных мусорных пакетов. Ищите аналогии. Он встретился с какими-то таинственными общественниками. Никто их не знает. Кто не знает, так и вычислить не можем. С кем он виделся? Это, знаете, это как в случае с Владимиром Владимировичем Путиным. А откуда вы знаете, что вообще встреча была? Это когда с Путиным встречаются какие-то люди, да, и их называют общественниками, а мы понять не можем, откуда. Товарищ майор говорит, да? Да, да, да. Вот это бабушка разрешите доложить. Раньше рыбаком было. По поводу рекреационной зоны нашей. В свое время я работал в организации, которая должна была строить курорты на территории Северного Кавказа, в том числе Дагестана. И территория вот от Махачкалы практически до Деревенской зоны, да, по берегу моря я практически все прошел ногами. Вы знаете, у нас нет пляжей, нет у нас зон для того, чтобы что-то где-то строить. Их просто нет. Что с ним? Понял, понятно, все так. Привет, чайки. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. Задержали преступников, ограбивших глухонемых таксистов в Махачкале. Несколько дней назад, глухонемых молодых людей, работающих такси, напали, нанесли им побои и, похитив их деньги, скрылись. Как выяснили полицейские, мошенническая схема применялась злоумышленниками не раз. Но так совпало, что этих же таксистов они обманули совсем недавно, 25 февраля. Злоумышленники привлекали для этих целей несовершеннолетнего. А вот и 25 февраля 14-летний подросток передал одному из таксистов коробку с высвой отдать за нее 2200 рублей. После доставления к месту назначения, водители должны были, согласно обещаниям, вернуть деньги, забрать коробку и оплатить перевозку. Но у таксиста была лишь 1000 рублей. Мошенников устроила и эта сумма. Вышеупомянутый подросток забрал 1000 рублей и передал коробку для доставки. Приехав по месту, водитель позвонил по указанному номеру, но ему сказали, что ничего не заказывали и, открыв коробку, увидели там кирпич. 4 марта водители, приехав на вызов, увидели того самого подростка, узнали его. Попытались задержать и вызвать полицию, но случилась потасовка, поскольку те, кто подослал подростка, стояли за углом и наблюдали. А увидев заминку, напали на таксистов. Злоумышленники, напавшие на глухонимых таксистов, задержаны и уже дали показания. Магометр Асхабович уже готовит бананы. Я у меня просто вот... Это реально мразие. Это мразие. Безработица, да, у нас проблемы? Вот это чмо, вот это вот сопляк, я не знаю, как его назвать, это мерзость. Понимаешь, ну это глухонимые, ну что ты творишь? Куча вакансий, я годами не могу людей найти, мои друзья-комерцы не могут найти людей на работу, а вот это вот говно, вот это вот ходит по улице. Не такие науки же, наверное. Эй, ну ты возьми, работай над собой, книжки читай, научись честно зарабатывать. А зачем, когда можно вот так же делать? Вся вина в том, что он же не один. Вот этих тварей просто толпа ходит по улице, по всей республике. Вот это проблема, они безработица. Безработица проблема. В этом самом месте я хочу вам напомнить... Сказать АУЕ надо вот здесь сказать. Не, не, не АУЕ надо говорить. Когда вы вкладываете деньги в развитие борьбы, смешанных единоборств, когда вы общество позиционируете, да, да, вот когда у вас главный герой Хабиб Нурмагомедов, который занимался по молодости лет примерно похожими вещами, и как бы особо этого не скрывать, вы что хотите? И просто для людей, которые не врубились пока в тему обсуждения... В Махачкале есть такая как бы услуга, да? Вот вы вызываете таксиста, отдаете ему товар и просите у него дать за него, за этот товар деньги. Он вам отдает 2 тысячи, потом он отвозит товар по месту назначения, и ему, у него забирают эту посылку, и ему оплачивают эти деньги, да? Это какая-то форма сложной торговли. Курьерская доставка, в общем. Это типа курьерская доставка. Чтобы проходить переводы на онлайн Сбербанк. Вот тоже, да. Они специально выбирали именно этих таксистов? Нет, они случайно нарвались на нем их. Да, они эту схему использовали, у них все это получалось, проходило. Я думаю, что это не единственные таксисты, на которых они отработали деньги. Просто здесь случай особенно вопиющий. Поэтому здесь я, честно говоря, хочу отдать должное и выразить благодарность органам внутренних, сотрудникам внутренних дел, которые оперативненько их разыскали. И мы уже на камеру видели эту мразоту, которая просто соплями разливалась по стеклу. Они так всегда и бывают. На допросах они по-другому все не имеют. Сколько таксистов вы обманным путем вот так деньги взяли? У этих не взяли мы, а до этого у двоих брал, например, полутищи рублей. У двоих взял и все, больше я набрал. Я до конца не разобрался, в чем дело. И они меня начали толкать, я ударил их. После этого они упали, я понял. Потом они встали, я понял, что с ними ничего такого особо не случилось. Ну, ударил, получилось так. Смотришь на этих двух благоевых, да? И как правильно люди там внизу писали в инстаграм паблика, ты бы, блядь, пошел бы лучше вагоны грузить, блин, разгружать КамАЗы, чем вот такими вещами заниматься. Ну, он сейчас и пойдет их разгружать. Ну, так. Будем надеяться. Я вам скажу, что никакие КамАЗы он разгружать не пойдет. Он пойдет совершенно спокойно сидеть за ваш счет. То есть, да, тоже правильно. Да, ну, по поводу этой ситуации, она вопиющая на самом деле. Я как, не как психолог, а как человек скажу, да? Ну, в период, когда я становишься старше, и пора было уезжать из дома на учебу и так далее, отец дал какие-то наставления. Одно из самых важных в моей жизни было наставление, что если что-то случится, ты всегда можешь вернуться домой. У тебя всегда есть дом, всегда. Где бы ты ни находился, любой точке мира, у тебя есть дом. Но если когда-то в жизни ты попадешь в тюрьму или что-то еще, за насилие, наркотики, за такие-таки воровство, лучше не выходи. Потому что если ты выйдешь, я тебя убью. И я знал, что отец это сделает. И вот в моей жизни по сегодняшний день это остается таким правилом. Я знаю, что у меня сейчас отец живой. Сейчас, если такой произойдет, я думаю, лучше из тюрьмы будет не выходить. И отсутствие культурного воспитания у этих людей, оно привело именно к этому. У этих людей нет понятий. Я не имею в виду каких-то уголовных понятий. Жизненных понятий нет. Ценности. Нет ценности абсолютно ноль. Ничего святого. Да дело не всятости. Дело в том, что есть определенные, у каждого из нас определенные моменты, что нельзя делать. Есть система табу. Есть вещи, которые делают нельзя. Криминальная субкультура, она существует во всех странах. Это не криминальная субкультура. Это шакалы. Это просто падальщики. Этих людей в криминальной субструктуре не будут кем-либо образом уважать. Потому что эти люди не, как правильно сказать, даже не воровали. Грабить бедных, это не героизм. Грабить бедных, это и инвалидов, это капец. Памятник Гердей Джумурович. Арестован, гендиректор завода авиаагрегат Гайербек Гамзатов. Руководитель предприятия заподозрен в мошенничестве с земельным участком завода. В отношении Гамзата возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ по факту незаконной застройки территории завода, которая находится в заводе Росельхозбанка. А как подробности, человеческим языком? Подробности я особо не знаю. Судя по тому, что я слышал, земельный участок, который принадлежит заводу, он уже находился в залоге у Росельхозбанка. Были, видимо, взяты какие-то кредитные средства. И этот находящийся в залоге земельный участок оказался застраиваемый многоэтажками. Понятно. Это чисто мошенническая схема. По сути, практически чужая земля. Там никак не проследуется история, которая вроде связана с наладкой производства китайских автомобилей. Они там пытались инфраструктуру под это дело. А причем их дом? Они кредит СРСХБ на какую историю получали? Кредит на что они получали? Я не знаю, но, извините, земля в залоге, а ты ее продаешь под застройку. Так, Магант Игоревич, вы хотели что-то сказать? Нет, все сказано. Вы помните, что вы отвечаете за новости, которые приходят к нам из Юждага? Теперь вспомню. Вы не прошли, вы не пропустили. Вы же помните, к кому вы можете обращаться на СТХА, а к кому нельзя, не имеете права обращаться на СТХА. Вам же уже было сказано, что Сулейман Керимов, он не СТХА, а Малат Кадеевич отвечает за новости из Хасавюртовского района. Чтобы не было путаники. Исходя из последнего, Мексика, Армения, Грузия и Хасавюрт. Давайте остановимся на Мексике. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Ахтынского района Дагестана Османа Абдул-Керимова. Чиновник попал в поле зрения Сулейков в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков. Напомним, Осман Абдул-Керимов приходится родным братом известного в Дагестане предпринимателя и мецената Абдул-Джилила Абдул-Керимова, основателя творческой школы для детей иллюминария. Вот совсем недавно одному брату вручали миллион долларов за меценацию, за работу. А второго брата, как бы, и схема одна и та же, и, в принципе, по-моему, это такая дагестанская, что ли, у нас такая задумка, или следователи работают по одной, как говорится, накатанной. Вот земля, вот все. Два взрослых человека, каждый отвечает сам за себя. У него своя жизнь, у него своя жизнь. Естественно, да. И давайте дождемся выводов следствия. Давайте не будем раньше времени тоже на человека бочку вести. Здесь, что можно обновлять, что в некоторых районах у нас людей сажают, в некоторых районах у нас людей переизбирают. Ну, к каждому кесарю кесарю. Не, ну, вовремя ушли, видимо, да, в отставку, чтобы переизбраться. Обнулились. Кому позволили, те и ушли. Кому не позволили, те и унесли. Вообще, обнулиться, это слово недели, по-моему. Хэштег. Хэштег недели. И обнулились. Иногда с двумя точками дату. Тут мне Магомед Асхабович подсказывает новость про Мухтара Меджидова. Что вы хотели сказать? Ну, он был задержан, если я не ошибаюсь, по некоторым независимым источникам, а потом ему выбрали меру пресечения. Домашний арест, по-моему. Да, домашний арест. Нет, подписка о невыезде, что ли. А, даже подписка, оно еще более-менее, как бы, да, мягенько. И некоторые источники ссылаются на то, что, возможно, это связано с какими-то ахинациями или невыплатой зарплаты на предприятие, с которым он связан. Ладно, если мы не знаем подробностей... Мы приступаем к обещанию новости. Я думал, вы в курсе просто. Нет, ну... Я напоминаю, что сделал. Большой любви к Мухтару Мечедову здесь никто не испытывает. Ну, и как бы, большой ненависть. Дело в том, что у нас почему-то в Дагестане по умолчанию высказывается мнение, что вот такой должен быть у нас там или глава, или там премьер. И возникает вопрос, ты знаешь его по какой-то работе, или из чего это все складывается. И никто не может ответить, из чего. Но сами себе внушили, что он кем-то таким грандиозным является. А, то есть, такое, как говорится, существует, да? У него имидж среди населения. И поэтому... Так, подождите, вы говорите о том, что Мухтар Мечедов такой великий хозяин. Нет, я из странного массового населения, да. Можно я сейчас добавлю один вопрос? Я транслирую просто. Один вопрос спрошу, который, наверное, я, опять-таки, человек не журналист. Кто такой Мухтар Мечедов? Все, все, все. Я вот сейчас... Небольшие подробности. В подробностях звучало то, что якобы на него дал показания, видимо, тоже находящийся под следствием, бывший руководитель корпорации развития Дагестана Иванченко. И вот здесь мы через корпорацию развития Дагестана возвращаемся к тому самому бизнес-акселератору. Да, да, да. Исколково, которого притащил новый руководитель корпорации развития Дагестана. И когда вот этот новый руководитель корпорации развития Дагестана, Алибеков, или как-то его фамилия, был назначен, там прозвучала такая интересная фраза, это было в конце декабря, в конце прошлого года, что типа, я вот сейчас боюсь соврать, но эту фразу я тогда уже понял однозначно. А в чем речь? Я уже тогда однозначно понял, будут сажать. Понял, все. Только кого, да? Про Сан Саныча вот я пропустил вспышку, оказывается. Я легко снял. Ладно, так, так. Без ста грабов это тяжело. С кем вы не разберете? Я же вам сказал, надо наливать. На кого непонятно. Надо наливать перед съемкой. Слева вы убрали чай, а что надо? Все, так, все. Все, потом я банкета. Еженедельник «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. По результатам тестов, наличие коронавируса у паломника, прилетевшего из Мекки, не подтвердилось. В аэропорту Махачкалы, прибывший из Мекки, паломник был госпитализирован. Ввиду высокой температуры, было подозрение на коронавирус. Но позднее объявили врачи, наличие коронавируса у паломника исключено. По словам первого заместителя министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, медики отработали как положено и в дальнейшем готовы оперативно реагировать на подобные случаи. В общем, ложечки нашлись, а осадочек остался. Поэтому ложечку можно? Можно, но сейчас. Вот в этой истории мне очень понравилась позиция телеканала НТВ. Говорят, ой, как нехорошо, там на коллег почку катить. Но коллеги, извините, десятилетиями поднимали себе рейтинг за счет негативных новостей из Дагестана и во многом участвовали в том, чтобы наш регион потерял всякую инвестиционную, вообще какую-то человеческую привлекательность. Поэтому, когда сейчас НТВшники ухватились за эту фейковую новость и растиражировали, где только можно и не можно, мне вот интересно, а по закону о фейковых новостях их не будут привлекать? Я извиняюсь, там не было утверждения, что он заражен. Там было на то, что есть подозрение. Есть подозрение, но вы уже растиражировали его везде, как свершившийся факт. Это вопрос к другим пабликам, не к НТВшникам. Это тем, кто растиражировал. Есть подозрение, но на фоне всего этого великолепия мы, конечно, должны сказать, что буквально сегодня я читал заявление премьер-министра Великобритании, и он сказал, ребята... Джонсон? Джонсон сказал, извините, мне хочется никакую панику наводить, но Джонсон сказал, да, я не могу скрывать эту информацию. Большинство из нас будут заражены, и очень многие из нас потеряют своих родных. У нас тут есть и другая тоже новость. Мне тут прислали, и я не мог... До этого с аналогичным, но более мягким заявлением выступала уже перед своей общественностью Меркель. Жена Джастина, трудового премьер-министра Канады, заражена. Там окружение президента Бразилии уже заражено. Американский актер Том Хэнкс с женой тоже заражены. И почти вся верхушка Ирана тоже. Они же так любят китайцев. И так часто выступают. А, Владимир Катима Греевич, вы предлагали новость, по-моему, по поводу случая в Госдуме? В Госдуме я сейчас никак не могу ее найти. Кто-то чихнул? Очень хороший новость. Депутат Катасонов прилетел из Италии. Это депутат от фракции ЛДПР. Из Франции. А, из Франции. Прилетел из Франции. И несмотря на настоятельные заверения и требования даже самого Владимира Вольфовича, притащился в Госдуму, несколько дней по ней ходил, здоровался, наверное, чихал, кашлял, что он там ел, высмаркивался. И в итоге довел главу думских либерал-демократов до такой истерии, что он сам потребовал лишить собственного депутата мандата. А, он даже мандат? Какая же ЛДПР дисциплина, однако, партийная? Он появился здесь вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции. Ему наплевать на всех на нас. Он может уже заразил десятки людей здесь. Он же ходит по Думе, в коридорах и здесь сидит. В этой связи, если вы сами общались, вам придется также пройти карантин. Коллеги, смех смехом. Давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную Думу. Тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше-ниже на карантин. Мне понравилась реакция граждан, которые писали свои комментарии под эту новость. А не заходил ли он поздороваться с Валентиной Терешковой? Бог существует. Может, он и к Жириновскому приходил. Появилась маленькая надежда. Бог есть, писали. Жириновский поэтому уже в панике и кричал. Мы тут о пожизненном президентстве, а там коронавирус. Там, в принципе, было очень весело. Коронавирус на свои планы. Поэтому я читал, мы, по-моему, перед записью читали и ржали по поводу всего. Хотя на самом деле ничего вроде смешного нет. Еще неизвестно, как широко эта эпидемия разгуляет. Трагический эфир у нас какой-то получает. Из вас всех сидящих, так как мне 52 года, я в зоне риска больше всех. Я могу заболеть, но еще не факт, что я умру от этого. Но те, кто старше 60, они умирают однозначно. Но ведь были-то и многие случаи, когда люди выздоравливали от этого вируса. Да, и выздоровевшие сравненно больше. Абсолютно верно. Я вам скажу по поводу коронавируса. Знаете, так получилось, что пересекал несколько раз границу за последнее время. И наблюдал очень интересную картину. В аэропортах это стоят рамки и камеры, которые измеряют температуру. Тепловизоры, да? Да, а при пересечении автомобильной границы подходит к тебе сотрудник, я форму не знаю, фиолетовая форма. И у него в руках такой прибор, тепловизор. Он направляет тебе на лицо. Там какое-то время проходит, секунды или две, он измеряет температуру, проезжает. Я надеюсь, вы прошли этот тепловизор. Да, я прошел тепловизор. Тепловизор, но я сам не видел, но по слухам, прям до нас одного человека завернули обратно. То есть возвращайся туда, куда приехал. А вернуться он туда не может, потому что там такая же рамка. И он будет болтаться в этой прикраничной зоне. Пока не умрет. Пока что-то, видимо, с ним не разрешится. И такая гора трупиков. И еще зону появился. И еще по поводу всех вирусов и всего остального. Да, сейчас очень такая большая информационная волна идет по поводу того, что все это плохо, все страшно и так далее. Но я бы хотел, наверное, обратить внимание, что от рака в день погибает в 10 раз больше людей, чем от этого вируса. Это, во-первых, от других болезней. А количество самоубийств в десятки раз выше, чем от вируса. От спинда убирают тоже больше людей. Да, я не буду еще все болезни перечислять. Ну, под колесом автомобиля. Черт побери, у меня, кажется, температура. Уйди отсюда. У него нет рамки. К чему я так говорил, что хорошо было бы со всеми болезнями так активно бороться. Можно сказать, я позволю не согласиться не только с вами, но и со многими другими, кто приводит статистику и по гриппу, и по другим заболеваниям. Друзья мои, вот если у кого-то сейчас коронавирус обнаружится, вы знаете, что делать? Я с гриппом на раз-два, без всяких лекарств знаю, что делать. Я с ним справлюсь, мне никто не нужен. С какой-то, даже будь то онкологией, люди тоже понимают, там, химия или что-то, какие-то процедуры. Это на ранних стадиях, на последних стадиях. Слушайте, сколько людей должно заразиться? Магомед Асхабович, вы не правы только в одном. Вы привели самое чмочное заболевание грипп. Ну, приведите более серьезное заболевание. А чаще всего именно с гриппом сравниваем, потому что по массовости... Гепатит давайте приведем. Люди понимания не имеют, что с этим делать. С коронавирусом не знают, что делать. Вот в этом вся беда. Я просто здесь, может быть, чуть другой пример приведу. Ну, понятно, что есть рак сердечный, сосудистый, который косят людей, но при этом это же не значит, что мы не должны оберегаться в банальной чесотке. Вы не услышали то, что хотел сказать я. Я хотел сказать, что хорошо было бы со всеми болезнями бороться им не на тайну. Я не сказал, что очень хорошо, что есть коронавирус. Очень плохо, что он есть. Но рак и сердечно-сосудистый не являются инфекционными заболеваниями. Во всяком случае, не доказано. Если с ним бороться, с раком, делать раннюю диагностику всех людей, проживающих в стране, то, я думаю, можно очень сильно изменить ситуацию. Потому что рак на ранних стадиях лечится, а на поздних нет. И еще, почему сравнивать с гриппом? Потому что, да, правильно сказал Таняна Славович, он же передается так воздушно-капельным путем. Тут же вопрос возникает, из-за рака не перекрываются границы. Туберкулез тоже передается воздушно-капельным путем. Ну, это да. Так, господа, я остановлю вас, ваш поток. Сознание. Обмена и флюидами. Комплиментами. Да, поэтому, Маганин Тегер Гаджимурадович, время наше не бесконечно. Маганин Тегер Гаджимурадович, время наше не бесконечно. 5 миллионов рублей. Они объединили лот, это стандартная практика и стандартное нарушение, за которое УФАС отменяет такие контракты. Раньше на этом подлетал, во времена Хучбара-Хучбара регулярно подлетал Дагавтодор, когда они объединяли все дорожно-эксплуатационные предприятия, контракты в один контракт и выкидывали там сразу миллиардом на торги. Это в данном случае, может быть, люди действительно просто хотели упростить эту работу. Не факт, что именно коррупция там порылась. Но что есть, то есть. Контракт отменен, это людям надо будет... Для нас это плохо, знаете, в чем? Для нас это хорошо, что если там какие-то были коррупционные составляющие, то их пресекли. Но для нас это плохо, то, что сейчас мэрия должна будет опять все это готовить документацию. Это еще полгода. Я думаю, это на самом деле, плохого там гораздо больше. Да, потом пока они начнут все это асфальтировать. Это опять деньги, которые они... Эти деньги все равно на рынок пришли бы. Сейчас нам нужны деньги. На рынке вообще денег нет. Ну, в общем, поблагодарим наш УФАС. Вот что интересно, когда речь шла о ценах на маршрутку, что-то УФАС не торопился. Когда речь шла, речь сейчас идет о поднятии цены на электроэнергию, тоже УФАС что-то не шевелится. А как по дорогам рубануть, так провоциально. Да, а где большая хорошая сумма, так они вот раз, опа, а мы УФАС, мы идем к вам... Понятно, понятно, все. Это что такое? Незакон, чтим уголки. Это не вы ли? Людем уголовный кодекс. Нет, это не мы. Это были нейтральные бусы. Это не мы. Последние новости у меня, Тегер Дмитрович Муральевич. 7 марта бойцы главного поединка турнира UFC 249, дагестанец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон провели пресс-конференцию. Бой состоится 18 апреля в Бруклине, США. Но говорят, что, скорее всего, в связи с тем, что в мире сейчас свирепствует коронавирус, возможно, есть такая вероятность, что бой и не состоится. Нет, там другая информация есть, что без зрителей, скорее всего, состоится. Вот это вот хорошо. И вообще, чтобы все никому не показали. Да, смысла не будет. А драться они будут вообще в масках. Вот это было бы классно. Саб-Зиро против Скорпиона. На этом поединке, кстати говоря, если можно так сказать, на разогреве, будет реванш Магомеда, по-моему, Анкалаева с этим, как его, с Молдаванином. Понятно. Мы поняли, о чем речь. Молдавский фанглит, короче, все время. Я, ради бога, пусть дерутся, ради бога, это вообще не наша тема, это вообще не наш вопрос. У меня просто вопрос к тем, кто увлекается вот этими боями, да, а без вот таких поливаний друг друга какашками вообще никак нельзя подраться. Это маркетинг. Нет, я как бы догоняю отчасти, да, но почему именно надо друг друга оскорблять, оскорблять нации, максимальности. Ну, не знаю, как-то... Ну, чтобы продать трансляции, нужно конкретно друг друга обкакать. И потом уже, когда это все по всем пабликам, по всем расползется, все такие, а этот его там назвал, а этот его курицей назвал, а этот его там земляным червьем. Наш Вашел побьет. И все бегут, подписываются и платят там эту денежку со своей карточки и получается гонорар. Понятно, во все опять пошло. Я делаю ставку, наш Вашел побьет, и все пошло. Реклама, двигатель прогресса. Не совсем так, с точки зрения психологии. Людям запоминается больше пакости и гадости, во-первых, во-вторых, больше привлекают внимание. Если Вы посмотрите телеграм-каналы, если Вы посмотрите инстаграм-каналы и все остальное, да, все постят скандалы. Никто не постит уборку урожая в Дербенском районе. Почему? Вот телеграм-канал Дагестанская Правда. О, Господи, а Вы скажете, сколько Дагестанская Правда продается реально? Я Вам... Какое количество подписчиков? У меня сейчас есть телеграм-канал, и я хочу проекламировать, что у газеты Замана есть телеграм-канал, у газеты Елдаш есть телеграм-канал. Да, да, я плохой. Так, выходите, что сказать? Да, я уже, в принципе, все сказал, что обычно весь негатив, он продается лучше, на негативе продавать лучше. Ну, понятно, хорошие новости не продается. Это, в принципе, мы знаем... Журналист должен создавать хорошие новости, все-таки. Вы откуда взялись? Нет, ну, пейте его. Я пришел первый раз, как говорится. Юждак, добрый, светлый. Скоро весна, да? Как это праздник? Первой борозды, да. Ну, грубо говоря, там вы сбежали от городской мэрии, вы не выдержали там, вот со своим позитивом. 610 ляму они потеряли из-за вас, в смысле, из-за того, что у вас там нет. Да, да. А могли бы не потерять. А могли бы не потерять, да. Все, все явно, вот опять. Все? Безусловно. Ну, а сейчас мы приступаем к чтению СМС. СМС, который пишут наши читатели в нашей еженедельной, если вы позволите, коллеги, я уже отметил СМС, я прочитаю. Обращаюсь к администрации города. Тамирал Александрович. А я ушел. Уже не рекомендую. Уже не рекомендую. Уже не рекомендую. Со стен из балконов исторического здания на углу проспекта Гонзатова и улицы до Хатаева, где расположена БТИ, сыпется большими кусками штукатурка. При падении с такой высоты твердая штукатурка может травмировать или убить человека. Пожалуйста, не надо ждать плохого события, чтобы потом предпринимать какие-то шаги. Примите меры заранее. Улицу Буйнакского отреставрировали, разбили аллею рядом с парком. А в это время проспект Гонзатова, как центральная улица, местами оставляет желать лучшего. Потому что белогвардейцы не дошли до Гонзатова. Да, скорее всего. Next. Ну, надеюсь, это позитив на фоне сегодняшнего обсуждения. Да, да, да. Падение цен на нефть почти на треть позитивным образом сказалось на котировки компании по добыче золота «Полюс», который принадлежит семье члена Совета Федерации Адагестана Сулейман Керимов. Керимов стал единственным из десяти богатейших жителей России, который разбогател в ходе обвала этих нефтяных центров. А я говорил. Так, так. Ну, здесь больше ГИБДД. Это я читаю смски нового дела. Прекрасного нового дела. Да, прекрасного нового дела. Ну, здесь, ну, давайте одну из них зачитаю смску. Так, так, так. Куда смотрит наша доблестная ГИБДД? На дорогах практически нигде не видна зебра и другие дорожные разметки. Ну, в этом же духе там большое само слово. А это уже не ГИБДД? Ну, граждане обращаются. И там и ЖК тоже указаны, кстати. Как это учреждение? Ваши бенефис пока не наступил. Газеев. Вы уверены, что 90-е годы в Дагестане закончились? Дежавю не возникает последние 5-8 лет. У многих есть такое ощущение? Так что? А по поводу девушки на том шоу? Пусть миссионеры за своими девицами следят. Моралисты лицемеры. Правильно им сказали. Саун да с себя начните. А то никто не знает, что вытворяют там они и порядочные девушки. Устроили судилище. А судьи кто? Каждый отвечает за себя сам. Это по поводу сопятых метров. Звезда. В ютуб канале по этому поводу тоже отметился. И дополню. По поводу этой девушки. У нас очень много людей занимаются чужими проблемами. Есть прекрасная китайская мудрость. Прежде чем изменить мир к лучшему, трижды обернеться на свой дом. Начинайте с себя. А зачем? У меня здесь тоже прекрасный черновик. Божественный черновик. Не путайте, попрошу. Божественный черновик. Здесь у него доска объявлений в последнее время превратилась в стену плача. Немножко одно. Здесь я все-таки узрел одну смс-ку интересную. Когда смотришь на застройку города, называть его архитектором это оскорбление профессии. Я так понимаю, это относительно бывшего архитектора города. Пересмотр еще в Верховном суде был. Да, завершу за пересмотром в Верховном суде был. Няна, вот действительно поздравила. Ну, завершающая смс-ка за мной. «После обнуления счета президентских сроков Путиным и Думой, народ вправе требовать от властей обнуления всех долгов россиян. Это будет справедливый расчет. И пенсионный возраст тоже пусть будет таким, как раньше». Гаджи Алхасов. Справедливо. Браво. Гаджи Алхасов. Браво. Гаджи Алхасов. Гаджи Алхасов. Я вам, кто беру у нее? Я предоставлю вам. Ну, можно с меня. Во-первых, я хочу вот этот банан подарить этой мерзкой Терешковой. Вот. Ей, ей. Лучше бананами завращалась на землю. Да-да. Джо, она в этом равансом стоит. Папом по часовой попу. А ну ладно, давайте. Я бы хотел вручить этот банан, конечно, тоже Валентиине Терешковой, но поскольку за РубекойHigh Магомедович я уже вручил. Я хочу вручить этот банан этим двоим парням, которые напали на глухонемых таксистов, ребятам, им два банана можно. Я не знаю, вы просто звери, вы животные, вы не люди. Если не умеете зарабатывать головой своей, просто учитесь. Или сидите дома и поймал яблоко. Я говорю, Иседов поймал яблоко, это очень символично. У него будут дети, новые. Друзья мои, из народного собрания, все посмеялись над тем, как вы обсуждали поправки. Это вам. Остался банан после народного собрания. Терешковый. Терешковый. Тем молодым людям, которые издевались над инвалидами и пытались их грабить и обманывать. В далеком от нас восемьдесят девятом году великая и ужасная группа Ахаз записала одну из народных частушек, посвященную Валентине Ивановне. Да пофиг. Валентине Батьковне Матвиенко. И она звучала примерно так. Терешковой. Валентине Терешковой за полет космический наш армяне подарили банан автоматический. Ну, слуха у вас, конечно, нет. Ну, слуха нет. Слуха нет. Случай голоса тоже. Но зато за волю к победе. Да, за волю к победе. Я возьму эту грушку. За волю к победе вам Оскара. Или как раз. Приз зрительских симпатий. Приз зрительских симпатий. Приз зрительских симпатий. Спасибо всем, кто досидел до конца. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok